Соединенные Штаты не прекращают санкционный прессинг на Россию. Однако на словах Джо Байден, назвавший 16 марта Владимира Путина убийцей, говорит о положительных чертах России и ее народа и призывает государство к нахождению путей для взаимовыгодной кооперации. По мнению американского лидера, на США и РФ как на двух великих державах лежит особая ответственность за судьбы мира, и президенты обеих стран должны эту ответственность на себе ощущать. И россияне, и американцы, гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира. Отметил Байден. Хозяин Белого дома также полагает, что Москва и Вашингтон должны находить точки соприкосновения и работать в чувствительных друг для друга областях, что может быть выгодно не только россиянам и американцам, но и всему миру. Одним из примеров подобного сотрудничества он назвал продление соглашения по СНВ-3 как важного элемента глобальной безопасности. Кроме того, Джо Байден высказал предложение по запуску диалога по стратегической стабильности, цель которого — контроль над вооружениями, противостояние вызовам со стороны КНДР, и Ирана, борьба с пандемией, а также решение климатических проблем.